Друзья, здравствуйте! Сегодня мы расскажем о том, как мы, газета 168 часов, пошла в прокуратуру из-за моста через Казово. Мы полагаем, что городское управление строительства Кинишмы утаивает важную информацию касательно уже выполненных работ на мосту. А эта информация все-таки касается стратегического объекта. Это касается каждого из нас с вами, жителей Кинишмы. Если помните, в прошлой выпуске про мост через Казово мы рассказывали о том, что уже сейчас, начиная с февраля вернее, на нем стало возможно наблюдать те устройства, которые вроде бы не должно наблюдать. Это накладная плита, это так называемые подферменники, и это перильное ограждение. Эти устройства появились на мосту еще при старом подрядчике. Как известно, городское правильное строительство расторгло с ним контракт 31 января. Сейчас должен приступить к работам новый подрядчик. Но еще в прошлый выпуск мы рассказывали, что в новой смете мы обнаружили и подферменники, и накладную плиту, и ограждение. Но тогда мы еще сомневались, вдруг это не то, о чем мы думаем. Все-таки не технари, а гуманитарии. Поэтому еще 30 января, за день до расторжения контракта, мы отправили в администрацию Кинишмы запрос, в котором попросили объяснить нам, соответственно, вам, какой же объем работ предстоит новому подрядчику. С тех пор минуло 2 месяца, завтра будет ровно 2 месяца, как ответа нет. Об закону полагается 7 дней. Далее мы направляли запрос от 17 марта, где уточняли. Мы видим своими глазами что-то очень сильно похожее на подферменники, плиту и ограждение. Спрашивали, почему они оказались в новой смете, и будет ли скорректирована смета. Ответа до сих пор нет. Завтра будет ровно 2 недели, как ответа нет. Параллельно с кем мы направили запрос старому подрядчику подмосковной компании Дормос-сервис. И попросили их, чтобы они нам предоставили сведения, которые бы могли понять, какие же действительно работы ими были выполнены. Отдать должное компании Дормос-сервис откликнулась на наш запрос. Предоставила нам пакет документов, которые стоит, конечно, показать. Я сейчас вам покажу этот пакет документов. Первым делом покажу акт выполненных работ. Работ, выполненных еще в январе. Здесь значатся и подферменники, и накладная плита, и перильное ограждение. Те самые оцинкованные, которые мы сейчас можем видеть с вами на мосту. Следующее письмо. Это уже за подписью руководителя городского управления строительства Олега Тананина. Получив акт, который я только что-то демонстрировал, Олег Тананин указал подрядчику, что нужно устранить кое-какие замечания. Замечания, мы посмотрели, они не касались, как мы видим, объемов, не касались цены работ, они касались исполнительной документации. Где-то не хватало такого-то журнала, где-то такой-то справки, где-то не указан был адрес. Далее документ, опять-таки, от подрядчика, что все устранено. Но последний документ в этой эпопее от 21 марта, от того же Олега Тананина, руководителя городского управления строительства Кинишмы, о том, что поздно, ребята, срок рассмотрения акта руководных работ истек. Кем был установлен этот срок, какой это срок, из письма не ясно. И подрядчик сейчас будет судиться с городским управлением строительства и по срокам, которые непонятно, кем были установлены и когда истекли, и по многому-многому другому. И пусть судятся. Это их дело, мы этого касаться не будем. Нам что на сегодня самое главное, какой вывод можно сделать. Наконец-то у нас появился документ, который подтверждает, что изначально мы не обманулись. Когда мы говорили подферменники, это означало подферменники. Когда говорили плита накладная, это означало накладную плиту. То же самое с перелинными граждениями. Документом подтверждено, что мы не обманулись. В то же самое время сейчас на мост уже прибыла техника. Уже можно видеть работников новой подрядной организации мосты и тоннели. Что они будут делать с конструкциями, которые уже имеются. Крушить ли их или как. Мы не знаем. Поэтому мы и обращались в городскую администрацию. Обращались тем самым в городское управление строительства, чтобы понять. Чтобы нам понять. Чтобы и вам, друзья, понять. Но, как видим, чиновники презрительно отмолчались. Это молчание мы расцениваем и как по отношению к себе, и как по отношению к вам. Потому что мы работаем для вас. И поэтому мы обратились в прокуратуру. Вот наше обращение. Прокурорский штамп. Мы полагаем, что чиновники ответственного за строительство моста, за ремонт моста, препятствуют предоставлению официальной информации. Спасибо. Спасибо.